Добрый час! И с вами, как всегда, мини-сериал «Покритикуй мой магазин». Вот так вот у нас с вами сложилось, что раз в неделю, пока я нахожусь в отпуске, я критикую один из магазинов, который принял участие в нашем розыгрыше на Фейсбуке в закрытой группе, и методом случайных чисел выпадает определенный магазин. И сегодняшний магазин вот такой. Вот такое вот название, которое заняло у меня буквально минут пять, чтобы прочитать. Даже не знаю, что вам сказать. Может быть, поставить как бы заглавные буквы, что если вы разделяете несколько слов, чтобы легче было человеку запомнить. Как я в своем магазине, я сделала его «Once Lost Boutique», и, по-моему, у меня каждый элемент слова, он начинается за большой буквы, и тогда гораздо легче читать. «Once Lost Boutique», и уже понятно, о чем идет речь. Как бы разделение у вас, очень трудно набор букв. Даже для американского сознания, которое он может читать, очень сложно прочитать. А если человек не может прочитать ваше название, то как он может запомнить это название? Тоже такой пункт, когда вы составляете свое название, старайтесь сделать так, чтобы его типичному американцу, либо покупателю на ИТСе будет проще запомнить. Чем проще запомнить, тем гораздо больше шансов, что если вы откроете аккаунт на Инстаграме, он вас найдет, он не будет вспоминать, что там такое, какие-то там 35 букв, слов и непонятно что. Чем проще название, тем оно будет на слуху. Поэтому с моим названием «Однажды потерянный бутик», «Once Lost Boutique», у меня оно как бы с винтажом. Я начинала с сумками, как я уже говорила, и потом перешла сюда. То же самое у вас здесь, да, «Harvest Store», то это «Fed Skies Harvest Store». Может быть, вы так вот это имели. Ну, я не знаю, что это такое с названием. Это я не говорю вам, что его нужно менять. Это на вашем примере я говорю тем, кто будет открывать свой магазин, чтобы они продумали и название. Как мы лодку назовем, так она и поплывет. Тоже здесь это очень играет огромное значение. Поехали дальше. Смотрим на ваш баннер. Начинаем с баннера и потихонечку будем вниз спускаться. Во-первых, замечательный. Очень мне нравится такой стиль «Water Colors». Акварель, да, он и называется. Вы нарисовали, что у вас тут все будет вот такое красочное, замечательно хорошее. И «Welcome to my store of crocheted». Мне вот это вот не совсем понравилось. Окончание «ED». «Wonders» – это ваша фамилия, поняла. «Fed Skies». Окей. Теперь я вижу. «Fed Skies Harvest». Тогда «Harvest» просто… Видите, а я читала совсем-совсем по-другому. «Fed Skies Harvest». Тогда «Harvest» большой буквы делайте, потому что вы решили делать вот эти вот овощи, фрукты и такие вот интересные продукты. «Harvest» попробуйте с большой буквы. Может быть, тогда разделятся. «Fed Skies Harvest Store». И здесь, конечно, помогло, что «Fed Skies» и отсюда идет. «Crochet Wonders». Вы написали тут «Crochet». Посмотрите. «Crochet Ed». Если у вас есть какие-то сомнения у всех остальных, как это можно красиво написать, мы с вами идем в Google и забиваем «Crochet Wonders». То есть я забила, как у нее в магазине. Да, есть какие-то картинки. Но смотрите, те, кто получают большую сумму денег за то, чтобы правильно прописывать сайты. Тот же самый Pinterest, тот же самый whatever. И смотрите, как они делают. Первым делом, что я смотрю 93 – «Crochet Wonders». «Crochet Wonders». Тут еще «Crochet Wonders». Опять-таки «Crochet Wonders». То есть нету окончания «иди». Вот такие вот маленькие-маленькие мелочи на баннеры. Вы же, когда идете в магазин, если вы увидите какую-то большую ошибку на дверях магазина, на вывеске, у вас будет «Trust» к этому магазину. Возможно, не совсем. «Trust» – это доверие. Поэтому тот же самый и здесь. «Welcome to my store». «Welcome to my store» – достаточно. Либо здесь пишем без ошибок. Вот такого плана. Это что касается баннера. Общий баннер очень вкусный и интересный. Дальше «Аватарка» тоже замечательный. Вы показали, сердечком выложили вот эти все вкусности, которые могут идти. Теперь наш основной с вами магазин, «Title магазин» мы прописываем сюда. Да, мы сюда поставили то, что у вас есть в магазине Land's Crouchy Vegetable Heads. Как я это читаю, да? Получается, вязаные Vegetable Heads. Знаете, что такое Vegetable Heads? Сейчас я вам покажу, что такое Vegetable. Посмотрите, вот это вот называется Vegetable Heads. Вы это продаете или не это продаете? То есть это вот такие шапочки, которые похожи на овощи и фрукты. Вот это называется vegetable heads. Вы сюда просто поставили, хорошо, vegetable, хорошо. Возможно, вы хотели поставить heads. Дальше, vegan gift, food, decor, eco-to. Получается, что здесь вы просто накидали все. Все, что накидали, немножечко не продумал. Поэтому здесь нужно продумать, что вы хотите делать. Если у вас магазин здесь, спускаемся дальше, на ваши features. Если вы решили делать вот такой вот магазин, значит, в вашем магазине должны быть только vegetables. Я понимаю, что сейчас хочется попробовать и шапочки продать, и сумочки продать, и что там у вас еще. В основном шапочки, сумочки, шарфики какие-то. Игрушку можно еще как-то объединить с vegetables. Вот урожай он собрал и идет. Но когда мы с вами пишем, что у нас магазин основан фруктовой, овощной, мягкие игрушки вязаные, ну, шапки уже как-то тут, знаете, как-то тут я еще не знаю, чего я хочу продавать. Это как в магазине, в автомагазине. Мы зашел, и там была такая шляпа женская, такая шляпа шикарная женская. Ну, как бы дисбаланс был, полный был. Поэтому подумайте как. Либо мы с вами прописываем вот это вот в основном вот по поводу вашего... Это, опять-таки, это фуд-декор. Это не украшение декора. Ну, хорошо, может быть, фуд-декор. Но в основном это идут для деток играть, как я вижу. Да, поэтому я бы сделала как бы kids' educational food toys, eco-toys, пожалуйста, и women's hats, women's crochet hats, что-то так вот, да. То есть я бы как бы разбила первую часть на том, что вы в основном хотите сориентироваться, и потом что-то еще, если уж хотите прописывать свои шляпы. Этого, что касается вот этого тайтла, над этим тайтлом нужно еще работать. Поехали, спускаемся дальше. А когда вот у нас с вами есть featured items, да, они хорошо на витрине смотрятся, но те, кто вас засердечил, вас 5 человек, они постоянно будут своих избранных смотреть и видеть только вот эти вот работы. Для них ваш магазин будет пустой, в том плане, что когда они зайдут в свои favorite, они будут постоянно видеть одну и ту же картинку. А заходите проверять, смотреть, что нового в этом магазине, если они изначально видят такую картинку, они не будут. Так что это вот такой вот мой момент на то, что делать featured или не делать featured. Если делаете какую-то акцию, пожалуйста, сделайте какую-то аватарку, promotional sales, бла-бла-бла, тут завышенную цену поставьте, но чтобы человек видел, какие у вас тут акции идут или что-то там такое интересное идет. Да, либо какая-нибудь общая коллекция новой картинкой, чем магазин занимается. Это как бы мое мнение. Поехали дальше. Аннасмент. Сколько раз мы в аннасменте говорили vegetable for children and summer heads for women. Здесь у тебя хорошо прописано, да, здесь у тебя хорошо прописано, но можно убрать вот это, да, welcome to my store, да, ты приглашаешь в свой магазин, но у нас первые две строчки, они у нас нам с вами важны для наших ключевых слов. И поэтому create handmade vegetables for children. Crochet. Ты можешь добавить crochet vegetables, тогда у тебя получится несколько ключевых слов, можно собрать. Handmade vegetables, crochet vegetables, handmade что-то там еще, summer heads. И с этим может все как бы составиться, соединиться. I'm trying to give the toys my warmth and love. Хорошо, if someone of the toys... Absent – это человек отсутствует. Is not in stock. Absent – это отсутствие немножко в другом контексте идет. It's the person can be absent. Аня инвентария может отсутствовать. If some of my toys are out of stock, the processing time will be around 10-14 days. Опять-таки, когда вы пишете вот одним абзацем, очень сложно читать текст. Сделали одну, один как бы key point, да, ключевой момент. Отделили его. Следующий абзац, следующий абзац, да. After purchase about my store. Вот здесь вот смотрите, after purchase, тогда уже, если вы просите, тогда after item received, после того, как вы получили изделие, пожалуйста, оставьте отзыв. Так можно написать, но не after purchase. After purchase – это я купил, я еще, я купил, я потратил деньги, я еще должен оставить отзыв. Это немножечко little pushy, да, толкающийся. Поэтому вот такой вот ананасмент я немножечко бы переделала. Поехали дальше. Items. У нас с вами 25 item of. 24 с shipping, express shipping. Наверное, может быть, для кого-то под заказ сделали. Express shipping. Если нужно быстро отправить. Ну, хорошо. Хотя, я не знаю, 45 долларов. Так, поехали дальше. Значит, давайте смотреть on sale. У вас зимнее и плюс вот это вот. Уже несколько раз говорила, люди, что люди любят на sale. Либо все, либо ничего. Да, почему это идет на sale, а это не идет на sale. Это мне сидеть и разбираться, почему такая вот штучка. Поэтому моя политика, и всегда хорошо у меня продаются те изделия, которые продают те магазины, где если 10% скидка, то делайте всем 10% скидку, чтобы человеку было не… Думалось, почему здесь это продается, почему здесь это не продается. Но это, опять-таки, это мое личное такое вот мнение, почему вот так вот делать. Поехали дальше. Vegetable one piece. Значит, я хочу видеть один piece, но не по три, по два и так далее. Vegetable sets. Хорошо, у вас здесь сеты, наборы есть. Опять-таки, название категории. Смотрите, vegetable one piece, vegetable set, непонятно, да? Accessories, сумка тут вообще, шляпа, игрушка, neck scarves и shipping. То есть у нас, во-первых, если вы хотите больше продавать, значит, нужно, по крайней мере, больше изделий. Если вы выбрали себе 10 секций, то в каждой секции должно быть как минимум по 10 изделий. Это я сейчас образно говорю, да, 10 изделий, потому что в этой секции, допустим, вы назвали vegetable sets, значит, у вас 10 листингов должно быть с ключевым словом vegetable set. Почему? Потому что тогда у вас будет гораздо больше vegetable set. Так никто не ищет. Давайте смотреть, видите, не показывает. Вот vegetable set. На данный момент 6 тысяч результатов. То есть если у вас в магазине будет 10-12 вот таких вот сетов, значит, у вас будет гораздо больше возможности появиться по vegetable set на первых страницах. На первых страницах и быть увиденным. Это ваше, Таша? Но не ваше. Опять-таки, вот пока мы перепрыгнули в другой вот магазин, смотрим, да, что привлекает внимание. Здесь мне сразу большая картинка, и я увидела, сколько 45 pieces set. Вот то, что видно под картинкой, тоже очень важно, потому что человек не может все абсолютно прочитать, что у вас в магазине находится, что в этом листинге включается. Поэтому он видит вот эту вот первую частичку. И то, что он увидел, он должен заинтересоваться. Здесь я сразу вижу, вот прям вот, ну, целый набор, да, целый набор, 45 наименований, тут 162, тут еще на скидке. Все замечательно. Давайте посмотрим, что там такое интересное есть, откуда у нас шиппинг идет из России, 16 долларов. То же самое, посмотрите, да, это не конкретно по вашему листингу, но когда изделие стоит 162 доллара, да, ты понимаешь, это большая, это там 45 наименований, человек заплатит 16 долларов за шиппинг. Но если человек видит, что, давайте посмотрим у вас с шиппингом, что 6.90, one piece scared, какую морковку я получу, красную, оранжевую или что-то там такое, я не знаю, да, поэтому вот такой вот тоже момент идет, либо выбирайте 1, 2, 3, я хочу, может, такую морковку, я хочу, такую морковку. Человек не знает, будет он вам писать, нет, он вам не будет писать, потому что он пойдет в другой магазин, где будет явно видно, что это такое. Смотрите, морковка 6 долларов стоит и шиппинг 6 долларов стоит, да, значит, морковка будет стоить как бы 12 долларов. А тут за 16 долларов я могу купить сколько, а за 16 долларов я могу за шиппинг, да, я могу там 45 писусов купить и отправить. Если мы возьмем с вами математику 45, 162, да, 162 разделить на 45, получается где-то по 3 доллара наименование, ну и плюс 16 долларов, да, то есть, понимаете, вот такая вот арифметика, такая вот математика, она очень сильно работает, и несмотря на то, американец ты или неамериканец, да, то есть все равно мы по-любому это все складываем и вычисляем, да, и вот откуда они шипуют, не важно, да, то есть вот такой вот план какой-то там, что-то такое нашли. Да, может быть, оно не так быстро по 162 доллара продается, но факт в том, вы арифметику сложили. Если у вас одну морковку за 6,90 и вы за 6 долларов отправляете, отправка не может быть стоить столько же, сколько ваше изделие. Если вы видите, что ненормально получается, да, вот по цене, значит, сделайте комплект, the set of three carrots, да, и пусть цена будет за 3 работы больше, да, и шиппинг может быть там на пару долларов побольше, но тогда уже будет соизмеримый вес. По одной очень сложно продавать, по одной штучке, особенно вот такие вот овощи, вот один one-piece pumpkin у нас стоит 7 долларов и шиппинг 6 долларов, да, то есть не факт, значит, нужно добивать и делать это либо комплектом, да, и смотреть, чтобы там 3-4 pumpkin вложить в одну коробочку или в чем вы отправляете, и чтобы это было удобно. Так, это что касается по поводу цены и шиппинга, да, здесь вы даете сколько pumpkin set, crochet food, Halloween gift, rainbow color, сколько у вас здесь five crochet pumpkins, естественно, вы можете здесь поставить five pumpkin set, да, либо five crochet pumpkins, Halloween food, Halloween, whatever, fall decor. И тогда, смотрите, 37 мы с вами ставим, это все от незнания, как делать цены на свои. 37 мы с вами делим на 5, у нас с вами получается по 7 долларов. 7 долларов pumpkin стоит, здесь у вас 7,90, хорошо, здесь за эту я должна заплатить 6 долларов, а эти ко мне уйдут бесплатно, да, то есть вот такая вот арифметика, и с этой арифметикой нужно подружиться в правильном направлении. Так, время у нас быстро с вами идет, я много сильно рожеву, поехали дальше. Каждая ваша секция, она должна, как я сказала, да, если вы делаете vegetable set, значит, нужно делать, если вы занимаетесь crochet, значит, у вас все секции должны быть прописаны crochet heads, crochet toys, crochet neck scarf, crochet accessories и так далее. Почему? Потому что, когда мы с вами будем набирать vegetable sets, мы посмотрели, какое количество у нас было. У нас с вами было тут 6 тысяч, и тут все и картинки, и felt, или что-то там еще, или какие-то там вышивки. Но если мы с вами делаем crochet vegetables, давайте смотреть, сколько у нас тут. У нас всего-навсего тут 470 результатов, да, у нас 470 результатов, я сейчас не смогу быстро вас найти, оказались вы тут или нет. Все. То есть получается, что именно вот в таком, если у вас секции так прописаны, то у вас больше будет таких ключевых слов. И у вас и в title есть crochet vegetables, у вас есть и в названии секции, у вас и в title листинга есть, и в тегах у вас это есть, значит, вам гораздо проще будет встать вот на первую страницу, потому что не так много, да, не так вот мы это тоже посмотрели, да, магазин, не так много изделий, которые именно так вот и прописываются. Поэтому это что означает, как вот эти секции прописывать. Чем подробнее они прописаны, тем лучше. Давайте вот на такой вот rainbow happiness накликнем. Опять-таки, 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 это же самый магазинчик, я прямо вот к нему иду. Посмотрите, nursing, necklace crochet, boot toys, fruits and vegetables у нее. Посмотрите, у нее fruits and vegetables 78, и вот все здесь на картинке. Two-piece, one-piece, да, и показано. Даже если три, то показано, что количество наименований, один-piece, один-piece, и тогда уже клиенту сразу понятно, что он получит. Один, два, три и так далее. То есть вот это тоже на заметочку возьмите, кто занимается этим. Вот здесь вы написали уже один-piece, один-piece, замечательно. Здесь непонятно, сколько, да, сколько писов. Здесь один-piece, вы на фотографии показываете два, да, как бы такой вариант. Вот здесь тоже, смотрю, прописали по поводу количества писов, количество писов, количество наименований. Это вот что касается. По поводу, давайте по поводу фотографий. Теперь делаем скан фотографии. В последнем своем видео я сказала, чем проще, тем лучше. На данный момент вот на деревянном, оно гораздо проще и лучше видно. Если у вас все эти фрукты сфотографированы, настроились и, опа-на, и сделали. Не совсем приветствуются вот такие вот подписи на ваших листингах. Не совсем они приветствуются о том, что вы показываете, что вы есть на Инстаграме и прописываете. Посмотрите на успешные магазины, прописывают ли они свои такие вот штучки или не прописывают. Хотите оставлять, оставляйте. Я просто как бы делаю такие аккуратненькие замечания. Старайтесь не обрезать фотографии, да, двигать их так, чтобы не было обрезанных. Поэтому очень сложно с подписями, чтобы они не были бы обрезанными. То есть, если вы подвигаете, что-то там такое уменьшите, увеличите, лучше выше фотографировать и потом как бы зумите и красиво это показывать. Так, это вот что касается фотографий. Чем plain background, тем лучше. Вот здесь вы уже как бы более-менее наловчились. Здесь тоже послушайте мой последний подкаст, который я говорила по советам. Чем белее экран, тем лучше. Далеко ходить не надо. Вот, пожалуйста, здесь все видно и в магазине есть продажи. Это что как бы хотят видеть, да, чем светлее, тем проще. В таком плане как бы их выстраивать. Так, дальше смотрим на… Это обязательно переделывать. Тут у вас лукошки, корзиночки и так далее. Вот это гораздо лучше фотографии. Немножечко она темновата, но лучше. Очень интересно на ручке. Вот на ручке вы показали, какой размер. И сразу увидим, какой размер. Старайтесь, да, даже деток, да, желательно делать что-то такое на однотонном. Почему нейтральном? Потому что иногда глаз переходит на динозавриков, иногда глаз переходит на что-то еще и уходит. Если что-то такое белое нейтральное, футболочка, это такие вот маленькие детали, которые играют большую роль. Так, это что касается вот таких вот моментов. Я уже не вижу, сколько у нас по времени идет. Поехали дальше. Мы смотрим с вами на апдейт. Хорошо, вы показали апдейты. Опять-таки, разная футболочка. Это перчик. Четыре часа. Наверное, только разобрались. Ваш первый апдейт. Поздравляю вас. Дальше. В «About» вы показываете, как вы это все делаете. Замечательно. Такие фотографии, я вам говорила в последнем подкасте, что такие фотографии очень хорошо ставить в ваши листинги, как один из листингов. Вяжете что-то, сфотографировали, поставили в листинг. Человек видит, как это делается. То есть вы сами вяжете, вы это наполняете и с какими ниточками вы работаете. То есть вот такие фотографии, они хорошие. Пякач тоже хорошо показывает, где вы делаете. У вас тут даже и видео есть замечательно. Да. О, это даже красится. А теперь на вопрос красится, насколько краска будет долго сидеть, насколько краска будет не спадать и насколько она ядовита для наших деток. То есть это вот такой вам сразу в лоб вопрос, потому что если мой ребенок начнет это все в рот тянуть, что это такое. Поэтому я не совсем уверена по этому поводу, по этому видео. Если вы докрашиваете свои изделия, то нужно как-то, да, мы понимаем, что мама двух сыновей. Но вот фишку вы поняли. То есть я не знаю, какими красками это, насколько они токсичны, потому что я знаю, что мой ребенок это в рот потащит. По поводу Around the Web, чем больше у вас здесь информации, тем лучше. Вы везде показываете Инстаграм, Инстаграма у вас нет здесь, да. Если вы это делаете на Ютубе, у вас видео залито, поставьте линк на Ютуб. Чем больше вот здесь информации заполнено, тем лучше магазин ранкуется по внутренней системе ITC-ранкинг. То есть нужно не сайт ITC-ранк, но внутренней системы ITC, кому какой приоритет показать. Если видишь, что только на Фейсбуке, а никаких соцсетей нет, ну, значит, мы дадим приоритет тем магазинам, у кого все это заполнено. About у вас есть, картиночка есть, пока не читаю. Visit About, Shipping, стандартная policy, whatever, yes, fine. Теперь давайте я попробую посмотреть один листинг, кликнуть. Давайте такое вот, Green Apples. Crushed Apple Set, Food Green Color Kitchen, Farmhouse Decor, Interieur Vegan Gifts, Fruits Amiguri. Вопрос, либо вы для детей, да, значит, это будут такие-то educational toys. Для Farmhouse вы написали Farmhouse, но я вот не сильно знаю, что вот такими вот игрушками украшают. Я больше это вижу как sensory toys, как educational toys for kids, образовательные игрушки для деточек. Вот такого плана, да, чтобы там math count, посчитайте яблочки или что-то так вот. Поэтому здесь нужно опять-таки идти и смотреть. Crushed Apple Set, Food Green Color Kitchen, Farmhouse Decor. Сколько раз я говорила, если мы с вами не ставим точек и запятых, хотя бы ставьте с большой буквы новый смысл предложения. Crushed Apple Set, Food Green Color Kitchen, Green Color Kitchen, Farmhouse Decor, Interieur Vegan Gifts. Вообще это просто накидали сюда все слова, а voice-то что-нибудь пройдет. Поэтому а voice-то ничего не пройдет. И давайте посмотрим, если мне сейчас и сервинг откроет анализ вашего листинга. SEO grade 7, неудивительно, да, листинг 17, Total Views 10. Но в принципе, в принципе, небольшой за 17 дней, 10 просмотров. Да, check count 12. Проверяйте все свои листинги. Опять-таки, вас не будут сильно показывать, потому что у вас вот такие вот маленькие недочеты, они идут. То есть 12 вместо 13 тегов заполнен, значит, вы не обращаете внимания. В тайтлах, да, crochet vegetable, в виповским тегом у вас считается apples, да. В своих видео я показываю, если вы начинаете писать, то вот это вот желтенькое, оно обязательно должно вот здесь вот повторяться в той же самой последовательности. То есть у вас crochet apples, значит, у вас должен быть первый тег crochet apples. А лучше поставить green crochet apples. Давайте crochet. Apple set. 382 результата. 382 результата. И, не знаю, будете вы тут или не будете. Crochet apple. Давайте так посмотрим. 3000 результатов. Crochet apple. Давайте попробуем green crochet apple. Green crochet apple. Вот уже более-менее, да, где вы можете быть, потому что вот здесь проходит. Значит, ваш тайтл и теги должны начинаться green crochet apple, green apple, crochet apple в таком плане. И вы тогда уже будете находиться. Вот посмотрите, яблоки сразу видно, и количество номинований, цена его, да, и сколько продаж можно смотреть. Опять-таки здесь у нас с вами и нитки идут, и вот яблоки, смотрите, apple and worm 25, размер показан, да. То есть, опять-таки смотреть, как это, как идет. Но не просто брать и накидывать все тайтлы, crochet vegetables, да. Это может быть одним из ваших основных тегов, который будет проходить по всем листингам. Но только что вы его написали в тегах, если у вас в тайтле его нету, crochet vegetables, у вас нету vegetables, значит, здесь обязательно это должен быть. То есть, у вас вот идет такой вот дисбаланс. Vegan gift kids, room decor, eco toys, все это замечательно. Ну, да, neat toy, смотрите, set vegetable set, crochet vegetable set, пожалуйста. И тогда в каждом тайтле у вас должен быть crochet vegetable set, если вы сетами продаете. Поэтому вот такой вот вам намек на то, что работать нужно гораздо серьезнее, да, если мы хотим зарабатывать на ITSE. И ваша ниша не настолько заполнена, как ниша с украшениями. Поэтому можно встать, и можно подняться, и можно вперед идти. На этом я с вами заканчиваю 30 минут, целых 30 минут. Такой подарок вам в видеообзор в качестве участия в нашем розыгрыше. Благодарю всех за внимание. Я все равно пытаюсь понять, как мне организовать платные просмотры тех, кто очень хочет, чтобы я сделала анализ конкретного вашего магазина. Он будет немножечко похож на такого плана анализ. Но я дальше глубже буду копать и смотреть, какие теги вам нужно смотреть, давать советы, в каком направлении двигаться, что именно, какие именно изделия вязать на тот или иной момент, когда мы с вами работаем. То есть вот такой вот обзорный, да, обзорный. Но все равно я буду стараться уложиться в 30 минут. Многие понимают, что за 30 минут очень, если такой магазин запущен, то за 30 минут очень мало информации можно передать. Но я как бы стараюсь, 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 стараюсь. Итак, благодарю вас всех за внимание. Если есть какие-то вопросы, опять-таки, пишите под видео. Надеюсь, Вероника увидит это видео и сделает какие-то изменения. Но это, опять-таки, хозяин-барин. Моя задача – показать на вашем примере, чтобы я изменила в магазине. Так, благодарю вас всех за внимание. И до нового розыгрыша, до новой серии видеомарафона, видеосериала «Покритикуйте мой магазин». С вами, как всегда, была Маргарита, и это Итси, школа успешных продаж. Не забываем подписываться на канал, не забываем присылать запросы в нашу закрытую группу на Фейсбуке. И если вам мои советы помогают, и вы уже перешли границу 100 продаж, а у многих такое есть, я буду благодарна минимальной помощи, да, донейшнам моему каналу. Всегда это можно сделать, и линк будет находиться всегда под видео. Итак, благодарю за внимание, и до новых встреч.